Не знаю, кому как, мне не нравится, когда дети меня называют тетя Офелия. Или подружки мои говорят, иди у тети Офелии спроси, мне только хочется прям вот пнуть. Вы знаете, я простой, как семейный трусый человек, но что касается этого, я считаю, что какое-то плебейство. Вот у меня нет ни брата, ни сестры, соответственно, нет племянников, я никому не тетя. Понимаете, и я сама всегда говорю, меня можно назвать просто по имени, но когда уже там подростки, они как-то бывают, жмутся, мнутся, я говорю, ну называй по имени отчеству, если тебе от этого легче, да, но только никакая не тетя. А Светка говорит, а мне нравится, тетя Света, мне нравится, когда меня тетя Света называют. Вот если бы я тебя не знала, Офелия, я бы подумала, что это как-то с возрастом связано, а ты же его не скрываешь, не стесняешься. Я говорю, Света, все до банальности просто. Ну, мое имя это как сапоги и босоножки. Она говорит, чего? До банальности просто. Я говорю, сейчас объясню. Смотри, во времена перестроечные, я говорю, сейчас принято рассказывать какие-то истории такие, чтобы всем на голову чуть ли не мешки с деньгами падали. У нас была нерадужная финансовая обстановка в семье. Мои родители каждый день ходили на работу, зарплату не получали, было тяжко. И пару сезонов так сложилось, что ты ходишь-ходишь-ходишь в босоножках, все замечательно, все хорошо, утром просыпаешься, а там дождь, слякоть, ветер, и ты сразу переобуваешься в сапоги, поскольку на туфли у твоих родителей денег нет. Ну, так же с моим именем, понимаешь? Я говорю, ты ходишь-ходишь, афилия, 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 а потом хера-ка резко, баба-офа. И никаких пограничных вариантов с тетями быть не может. Вот так.